Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 22 марта, четверг, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из книги пророка Исаии, 42 глава, стихи с 5 по 16. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. Я, Господь, призвал Тебя в правду и буду держать Тебя за руку и хранить Тебя, и поставлю Тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Я, Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу, прежде нежели оно произойдет. Я возвещу вам». Пойте, Господу, новую песнь. Пойте, хвалуй ему от концов земли, вы плавающий по морю, и все наполняющее его пост острова и живущий на них. Да возвысит голос пустыня и города ее, селение, где обитает Кидар. Да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да воздадут Господу славу. И хвалуй его, да возвестят на островах. Господь выйдет, как исполин, как муж брани возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озеро. И поведу слепых дорогою, которую они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам отрывок из посла, из книги пророка Исаии, 42 глава. И мы начали читать с вами с пятого стиха, но чтобы понять, о чем идет речь, нужно затронуть и начало главы. Именно первые четыре стиха. И вот как они звучат. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положит дух мой на него и возвестит народам суд, не возепиет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах, трости надломленный не преломит, и льна курящегося не угасит, будет производить суд по истине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». И здесь говорится о неком отроке, на котором будет Дух Господень. И Церковь усматривает вообще в этом отрывке именно мессианские пророчества. И в контексте вот этого благовестия об отроке, которого пошлет Господь, «Так говорит Господь Бог, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыханию народу на ней и дух, ходящим по ней. «Я, Господь, призвал тебя в правду и буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников». Гласит шестой стих сегодняшнего отрывка. И это пророчество о будущем служении Мессии Христа. Господь призовет его в правду и будет держать его за руку и хранить его, и поставит его в завет для народов. Вот эта фраза «в завет для народов» навевает для нас, христиан, мысль именно о Новом Завете. И именно этот отрок, будущий Мессия, а вот это название «отрок» это одно из именований Мессии в иудейском народе. И этот отрок станет новым заветом для народов, во свет для язычников. И именно через него придет свет язычникам, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей никому, иному и хвалы моей истуканам». Здесь говорится о ревности Бога, о том, что Он не даст той славы, которая почитается Ему, истуканам, и идолам. И никому иному эта слава не подлежит, как только одному истинному Богу, единому и совершенному. «Вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу». То, что прежде предсказывал пророк Исаия, действительно исполнилось, и то, что говорили пророки, оно исполнилось. «Но вот предсказанное прежде сбылось, и новое я возвещу». И здесь говорится о новом пророчестве, о том, что будет в будущем. «Прежде, нежели оно произойдет, я возвещу вам». И это прямое указание на пророчество, что оно еще не сбылось, и оно пока еще не сбывается. «Пойте Господу новую песнь». И дальше в 10 стихе, начало которого я только что прочитал, звучит песнь, хвалебная песнь Богу в двух стихах. И эта песнь, она благодарственная песнь за те благодеяния, которые будут изливаться на израильский народ, и, конечно же, на народ язычников, на котором принесет свет отрок Божий, то есть Мессия. «Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, выплавающий по морю и все наполняющие Его, острова и живущие на них. Да возвысит голос пустыни и города ее селения, где питает кидар, где торжествуют живущие на скалах, да возглашают свыше свершин гор, да возведут Господу славу и хвалу Его, да возвестят на островах». Дальше же заканчивается эта хвалебная песнь, и дальше Господь говорит о своем служении как Боге-ревнителе. Да, Господь проявляет свою милость к обращающимся к Нему лицом, но эта милость и любовь, которая изливается для тех, кто стремится к Нему, не уничижает Бога как ревнителя и как того, кто может противостоять своим врагам. И дальше говорится как раз таки об этом противостоянии тем, кто не почитает, тем, кто воздает славу, положенную Ему, истуканам, и иным богам. «Господь выйдет, как Исполин, как муж брани и возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как рождающая, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их иссушу, и реки сделаю островами, и осушу озера. И поведу слепых дорогу, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. И дальше, в конце этого отрывка, он говорит, что преодолев все препятствия, которые будут вставать на пути этого отрока, Мессии, будут преодолены все языческие боги, все истуканы, и он поведет после этой брани, после того, как он станет Исполином, он поведет слепых дорогу, которую они не знают, неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом пред ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Это благодеяния, которые в будущем произойдут с языческими народами, которые примут Христа. И посредством проповеди апостолов, а наипаче проповеди апостола Павла, созиджут церковь Христову, которой мы все с вами и принадлежим. Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взяться великолепие Твое при и выше небес.